Здравствуйте, мои дорогие! Ну вот, сегодня продолжается размусоривание. Такое, знаете, понемножку. Каждый день по одному-два дела, не больше. И вот сегодня я вам покажу, что я буду делать. Может, кого-нибудь смотивирую. Я буду очень рада, очень. Давайте убирать вместе. Ну что, мои дорогие, поехали! Погодка у нас на улице так и шепчет. Смотрите, какие деревья, все вынии. Сегодня обещали 29, что ли. Но, правда, слава богу, на улице так нормальненько. Минус 23, так 24. Но деревья вообще красотища такая. Ну, небольшой ветерок. Я сейчас хотела, сейчас еще пойду. Вот одно дело сделаю. Пока у меня есть время, мне надо в мастерскую. Мужу навигатор сдать в ремонт. Так, и этим делом, пока я займусь, нужно помыть окошко. Вот я не знаю, видно здесь или нет. Вот приходил мой птенчик, золотой внучек. А мы любим становиться на стол, такой маленький на стол с икеи. На стульчик и смотреть в окошко и машинке. Смотреть джип, гонечная, таяктор, там автобус красный, зеленый. И вот мы смотрим все. И вот эти вот ручоночки золотые, это моего птенчика. Вот можно было, конечно, ставить их на долгую память. Но у меня тогда не будет ничего видно в окошко. Ну ладно, это так и отступление. Поэтому придется помыть окошко с этой стороны только. Стекла, конечно, холодные, да. И с цветочками этими. Это у меня такие цветочки, знаете, вроде как и не надо им много света, но все равно нужно помыть. Я туда прям воду наливаю, чтобы им хватало этой влаги. Помыть что-то эти, в чем они стоят. И подоконник. Ну, короче, приступаем. Так, пластик я буду мыть. Не смотрите, это не боржоми. Это я налила зум. А там вы, нужно быстрее его все закончить, чтобы все баночки повыкидывать. Все, все, все. Я уже говорила где-то, что надоел мне Амбэй. Надоел. Сейчас есть много дешевле и лучше. И это полироль, это иногда там, знаете, надо что-то там, или стол, или... В общем, это все, что мне нужно для уборки. Я всегда так комплектую, чтобы не бегать. Это для стекол. Это вот самое любимое мое вот это средство, клин. Ну, здесь у меня сейчас вода и нашатырный спирт. Стекла так приловчились. Очень классно мыть. Это уксус и вода у меня разведены. Можно тоже, если где-то застарелое пятно. Так что, ну, это у меня сто лет уже, зато с нашатырным спиртом. Тоже, думаю, закончить, чтобы... Я не знаю даже, как и откуда оно у меня взялось. Ну, и салфетки, где что подтереть. Так что, приступаем. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, сейчас мне разницы нету. В общем, я намокаю ее просто в холодной воде, между так, двух ладоней вытираю. И вот эти вот... Видно вам вот это? Нужно просто натереть очень хорошо. Вот видите, разводы. Видно вам или нет? И пластик сейчас потереть. Вот здесь у меня промерзание. И так уже надуло, что оно не вытирает. Вот вообще вот это не отмывается. Вот так. Где что-то уже... Ой, сейчас отлетел мой ограничитель. Вот, сейчас подоконничек вымою. И пойду... Вот так вот выжимать их нельзя, только между ладонями. Оно, видите, стирается быстро. Но зато очищает. Подоконник чистый становится. Ну и вообще для пластика, где что не оттерлось... Вот сейчас покажу вам, как мне делали наши же... Ну это 2002 года. Видите, у меня вот здесь промерзание. И вот я намочила сейчас. Прям задувает здесь. Видите, лед. Видите? Лед. Это уже пена вылезла. И это значит, было не по размеру окно поставлено. Потому что там такая выемочка. Нужно, чтобы эту выемочку... А это кому-то окно не подошло. Я тогда не знала. Думаю, ааа, пусть будет мне. И теперь я мучаюсь. В общем, все равно это окно я буду переставлять. Почему я его буду переставлять? Я вам сейчас скажу. Потому что так между собой мы называли это окно. Любовник заказывает. Так. Потому что здесь поворотно-откидная дна. Это целое. Оно не открывается. Как с той стороны мыть, вообще неудобно. Хочу переделать, как нормальное окно. Как у меня на кухне. Будет форточка. Здесь будет закрыто. А здесь будет поворотно-откидная. Такая наполовину. Вот это вот. То есть сюда будет переходить. И здесь и мыть будет удобно. И хорошо, что форточка. Форточка обязательно нужна. Особенно у нас на севере. Когда это открываешь окно, поворотно-откидную. Ветер идет вот сюда. Все цветы дохнут. Все там. И сразу холодно. А форточка все-таки на поверху. Пока месь опустится. И это только единственное, как бы я советую, что не нужно поворотно-откидную форточку делать. Так, в общем, продолжаю отмывать. Видите, здесь задувает вообще. Вот и чернота. И постоянно у меня здесь чернота. Уже более-менее здесь задувает. Прямо, вот видите, лед. Лед. В этом углу. Ну, вообще, это болезнь. И все это зависит от монтажников. Так что, когда будете ставить окна, спрашивают. Ну, кто вам, конечно, правду скажет, хорошие монтажники или нет. Никто правду не скажет. Ну, во всяком случае, грешна я не говорила. Потому что это такая мазофаза. Так. Так, ну вот, мои дорогие, окошко вымыто. Все сделано. Более-менее. Теперь жду внучека. Жду его ручков. Ручков. У нас на зеркалах его ручки тоже. С той стороны, конечно же, я не мыла. Ну, зато пыль погоняла. Эти все чистенькие. Здесь воду снизу добавила. Вот. Все помыла. Тарелочки чистые. И аж дышится легче. Ну, теперь пошла дальше делать. Так. А теперь, мои дорогие, буду наводить порядок. Ти-ди-дин-дин-дин. Вот здесь. А, здесь попалось, видите, сколько у меня от семечек шкарлупы. Это на дачу я коплю. Таких вот. Всю зиму на балконе они стоят. Потом, когда весна, я буду в землю вкапывать. Так что такое у нас удобрение органическое. Ну, переходим. Не пугайтесь. Дирин. Это у меня такой шкафчик НЗ. Нужно перебрать. Я его редко, так раз в три месяца где-то у меня получается, по датам и что-то не то, и вытереть, и помыть. Видите, вот почему-то грязненькое. Да, 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 да. Ну, в общем, не судите строго. Сейчас нужно это все вынуть. Так, там темно будет, не видно. Теперь я беру также зум этот от Амвейевски. Так все поврызгаю. И тряпочкой хорошо вытираю. Вот здесь плохо видно, но я положу в видеокамеру. Процесс-то этот вытирания все знают. Вот это вот у меня не грязь. Это вот от ДСП краска отошла, видите. Поэтому не оттирается. Вот. Так что теперь полочку помою и дверцу. Ну что, мои дорогие, теперь смотрим итог. Итог у меня вот чисто дверца. И здесь все. Да, сделала я все. Теперь у меня выезжает. В общем, вот так у меня хранится. Выезжает ящичек такой. Тоже покупала давно. Здесь у меня там бумага. Ну, для выпечки, пакеты всякие. Вот, которые я вам вчера показывала. Коврики. Вот этот коврик, это этот, Туперваровский. Ему уже, наверное, летать. Не помню уже сколько. Ну, лет пять точно. Ничего с ним не делается. Но тогда покупала его. Ой, что-то там бешеные деньги были. Это вообще. И доллар меньше был. Но он за тысячу стоил тогда. Вот. Это уже у меня другие. И теперь у меня есть запас. Теперь я очень рада. Ну, это аэрогриль стоит. Теперь у меня соли. Не обращайте внимания. Это я позавчера пошла специально в магазин. Ходила специально соли купила. Потому что у меня как соль заканчивается, я никогда не могу купить. Вчера вот, позавчера пришла с магазина опять, думаю, елки-палки соль забыла. Пошла заново купила. Чисто соли. Теперь у меня здесь всякой соли. Потому что это хамбец. Это теперь у меня здесь тоже в таком... Видите? Здесь одни макароны, вермишель. Все аккуратненько будет. Вот здесь в мешочке. Это у меня сухофрукты. Ну, это... Грибы надо в холодильник посадить. А вот это гречневое, это на охоту, на рыбалку берут. И здесь всякие там каши. Тоже так же в этом... Теперь будет вытягиваться хорошо. Здесь агрогриль. Все чистенько. Все с этим шкафчиком. Очень полезно делать ревизию. Потому что что не надо, что просроченное выкинуло. Все. В общем, супер-пупер у меня. Отлично. Так, я вчера ревизию холодильника не сделала. Я каждый четверг делаю ревизию холодильника. Потому что завтра нужно докупить то, что нет. Чтобы на неделю, чтобы у меня все было. Теперь осталось сделать ревизию холодильника. И все на сегодня. Так, ну вот, мои дорогие, я сделала ревизию в холодильнике. И теперь я знаю, что мне нужно докупить. Мне нужно купить яйца 10 штук и масло сливочное. Это то, чего не хватает у меня в холодильнике. Колбаса, сыр. Там еще два яйца есть. И масло немножко. Поэтому все, что мне надо докупить. Завтра муж будет ехать с работы. Он купит. И все. У меня на неделю будет все. И можно сочинять минимум на неделю. Так, еще покажу одно дело у меня. У меня вот есть столик такой журнальный. Ему уже лет, лет и памяти нет. И я ему делала всегда вот такие вот колеса. Вот даже видно. Оно так было. Но эти колеса я уже устала менять. Они вот здесь вот вылетают. Поэтому я сейчас купила вот... Говорят, вроде бы уже как бы хорошо держатся. И для... В общем, вес выдерживают. Вот я сейчас посмотрю. И такие гелевые, как видите, как у этих... Не у коньков, а у роликов. Вот попробую приделать. И посмотрим, что получится. Ну вот теперь стол мой на колесиках. Уже не надо мне его таскать. Не знаю, сколько он продержится. Мне главное, чтобы его отсюда выкатывать, пропылесосить, помыть, а не таскать. Он такой, знаете, вот... Тяжеленный. Я не знаю, кто его делал. Ужас. Сколько опилок насували. Фу. Даже двигает, о. Тяжелый. Ну вот и все, мои дорогие. Вот сколько я вам сегодня мотивации так представила на обозрение. Если хоть один человек смотивируется, я буду очень рада. Ну что, мои дорогие, если вам понравилось, то я вам пальчики вверх. Кому не понравилось, ну извините меня, пожалуйста. Вот все, короче, мои дорогие. Всем пока-пока.